В сети магазинов Мегаспорт невероятно низкие цены на спортивные тренажеры, столы и инвентарь для настольного тенниса, товары для единоборств, а также детские спортивные комплексы. Мегаспорт – это здоровый образ жизни у вас дома. Мегаспорт в Гродно, улица Дзержинского, 5. Всем привет, в эфире радио МФМ 105.0 и на канале Гродно плюс программа «Разговор по-мужски». С вами я, Сергей Одинцов, и представляю моего гостя. Это заместитель председателя Гродненской областной ассоциации местных советов депутатов Сергей Коляда. Сергей Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Как ваше настроение? Замечательно. Лето уже в душе играет? Конечно. Ну, это хорошо. Вы занимаетесь вопросами туризма, скажем так, в большом слове этого понимания. Вот ваш туризм с чего начался, почему именно туризмом увлеклись? Почему эта тема вас волнует? Ну, отец был директором спортивных школ, и когда еще я был в школу ходил, то он меня постоянно с собой брал на туристические мероприятия. Я помню, что где-то в 75-76 год он меня регулярно брал на нарыч. Почему-то они, я сам Мирский, из Мирской школы, туда они ездили несколько автобусов, там просто ставили туристический лагерь. Незабываемая для, ну, то время для меня. Первые азы и палатка, и как это организовано, и питание, и путешествие. В общем, это с детства так уже. Ну, наверное, я думаю, еще идет с детства. Вот какие-то, может быть, запоминающиеся моменты, где побывали, вот прям захватывая дух, и хочется вернуться туда еще и еще. Ну, я скажу, что я был в многих местах Советского Союза тогда еще, да. В мое время, когда я еще мог ходить в горы, участвовал в таких категорийных путешествиях, так называется это правильно, был на Алтае, до сих пор, если захочет, тянет туда, посмотрит, вернуться, да. Незабываемое было путешествие, когда там и белуха, и айга, и встреча с животными. Даже удалось пообщаться с медведицей, как с вами. О чем говорили? О жизни в лесу. Ну, девочка-врач не очень осторожно подошла к медвежатам, которые там играли на полянке. Ну, и мама. Двежата есть медвежата, они радостно начали, увидели игрушку, начали играться. Но потом прибежала мама, такая рыжая, сединую, до сих пор помню ее глаза и так далее. Но она определила, я в этот момент вышел на поляну, она определила, что я все-таки более опасный. Загнала меня на дерево, и там мы так достаточно неплохо пообщались с ней. Ну, а все обошлось. Ну, это самое хорошее. Давайте вот о Федерации спортивного туризма. Чем она занимается? Ну, Федерация спортивного туризма, это действительно федерация, называется Нариспубликанский туристко-спортивный союз. Занимается спортивным туризмом, именно спортом. То есть мы оцениваем категорийные походы ребят, которые ходят горы. Амбиции есть. Можно получить мастер спорта Республики Беларусь, именно по походам. Есть вторая категория, мы проводим еще соревнования по техникам туризма. То есть это и водный туризм, и велосипедный, и гордопешеходный, и спелио, и так далее. То есть, ну, это действительно спорт, и достаточно экстремальный, и на выживание надо иметь и хорошую подготовку, и время. Хотя в этом спорте есть один огромный плюс, этим можно заниматься до старости. То есть разные какие-то нагрузки можно принадлежать. Да, можно дозировать. Кого объединяет Федерация? Страны, города? Нет, Федерация белорусская, мы считаемся белорусской Федерацией, но у нас еще есть Международная Федерация спортивного туризма. Последние два заседания, как ни парадоксально звучит, проходили в Гродно. Плошсадку устроили, потому что там у нас шоссем стран, просится еще Польша, но мы еще думаем. Пускай не присутствуют. Ну, это больше шутка. Там действительно надо пока в Польше создать, похоже, что-то на спортивный туризм. Да, их можно принять как подразделение. Но действительно, к нам приезжали, мы выработали общее правило проведения, общее правило оценки походов. Потому что есть еще у нас, уже два года подряд проводим в Беларуси чемпионат мира по проведению спортивных походов. Вот уже участвуют достаточно экзотические группы. Вот в этом году Япония, японская группа подала заявку на участие. Они ничего там особо не завоевали, но вместе с тем. Но им интересно все равно. Ну, конечно, конечно. Там оценку проводят мастера спорта и судьи национальных категорий стран, которые входят в федерацию. Мы оцениваем, насколько, какой уровень между уже спортивные, уже мастерские походы оцениваем. Скажу, что надо участвовать, и молодежь призываю, не обязательно надо незарегистрированным бегать по горам. Есть плюсики. Вы можете свой поход превратить в спорт. Вот увлекательные еще и путешествия. Помимо этого. А сами вот каким-нибудь видом спорта занимаетесь или вот в детстве, там, в юности, в молодости? Скажу, что всю жизнь занимался. Ношение к этому имею. Занимался дзюдо, потом было карате в своем пружине, пошла. Потом рукопашный бой, был инструктором «Динамо». У вас богатая спортивная карьера. Да, но это спортивный туризм, это так, скажем, я успевал бегать по горам во время отпуска. В советское время в милиции, когда я служил, было замечательное явление. Нам, скажем, дорога не входила в отпуск. Можете представить, да. Сколько ездить до места, это все не считалось. Ну, так можно весь земной шар объездить. Да, один исследователь, ну, тогда же невозможно было, это Советский Союз был. Скажу, что один исследователь здесь из Гродно, он регулярно ездил в Владивосток и назад. Специально, да? Да. Ну, это тоже, мне кажется, посмотреть красоты Советского Союза, не России. Ну, сейчас скажу, тогда были тоже свои плюсы. Действительно, можно было попасть в любую точку. Мы были при профсоюзах, нам частично компенсировали все эти походы, нам была возможность финансирования. К сожалению, система распалась с распадом Советского Союза, а сейчас мы, как бы, отдельно существуем, ну, благодаря только Министерству спорта и туризма, которое нас подобрало, назовем так. Но есть поддержка? Есть, есть, есть. Я не буду отрицать, есть поддержка. Скажу, Гродно один из таких, исключение из правил, нас действительно очень хорошо поддерживает управление спорта и туризма, и Гродненский обесполком, и Горьисполком поддерживает. То есть мы имеем, понятно, что бюджет не резиновый, и на все не хватает. Но вместе с тем, мероприятия центральные, там центральные соревнования, центральные слеты, слетактивов, мы это все проводим, и действительно это потихонечку двигается, развивается. Количество участников, вот, вообще, федерации прибавляется с года в год. Да, да, да. Вы видите вот разницу? Вот я просто скажу по себе, по примеру России, где я жил до этого времени, раньше все это было заброшено. Настолько вот после распада СССР, как вы говорите, да, где-то в году 2005-м это начало как-то все собираться, собираться, собираться. И сейчас, вот я тоже брал интервью, там у себя, и говорят, вот с каждым годом на процентов 10, все больше, начиная прямо вот с молодежи, с такой, молодежь начинает заниматься спортом, какие-то виды туризма тоже развиваются. Здесь так же? Да. С приходом, я скажу, председателем уже, скажем, спортивного туризма России, сейчас Миронов, депутат Миронов. И вот с приходом его, когда он возглавил, вот правильно говорится, где-то после 2005-го года российский спортивный туризм резко поднялся. У них уже есть свои помещения бесплатные, им передают. Они имеют тоже свои строчки в бюджетах, в своих, скажем, областях и так далее. Они проводят мероприятия. И я вот был на отчетно-выборном собрании, оно достаточно бурное в России проходило, в музее геологии. Ну, вот вечный огонь Кремль. Да, да, да. Вот мы когда сидели в зале, то я просто видел это. Для меня было удивительно, что спортивный туризм в центре России напротив Кремля проводит это мероприятие. И скажу, было интересное явление, что Миронову не хотели давать право голосовать, чтобы он не влиял своим голосованием на какие-то принятия решений. Мы, белорусы, именно бронисатором, мы возмутились, сказали, что так не надо делать. Все-таки его слово было. Биронову, да, Биронову все-таки прошло решение, и он тоже имеет право теперь голосовать. Это такая удивительная игру, вещь. Хорошо, туризм развивается. Молодежь все более за спортивный образ жизни, чему я безумно-безумно рад. Но, конечно же, от плюсов всего можно говорить и о минусах. Да, вот по России, с чего я бы сказал, это и плюс, и минус для нас то же самое. Скажу, что то, что им удалось за последние год-два сделать в российской спортивном туризме, они по их инициативе восстановили ГТО. Есть такое? Да, в ГТО вошел тоже туризм сейчас в школах. То есть они являются, вот эти все, скажем, члены спортивного туризма России, они сейчас оценку проводят. Как ребята могут уметь плавать на байдарке, ездить на велосипеде, иметь элементарные навыки выживания в лесу и в природе, и так далее, и так далее. То есть я вижу, что они везде сейчас спортивный туризм включают в различные направления. Вот сейчас появился военный спортивный туризм. В некоторых событиях стало понятно, что восстанавливать надо это направление и проводить тоже, вводить этот элемент. Ну, ГТО там хотят еще уже в школе вводить, как обязательно. Как было в советские времена, готов к труду и обороне, да? Да, я считаю, что надо возвращать. Потому что тот комплекс, который сегодня, он не настолько влияет. Сегодня в школах, в многих школах это просто видно невооруженным глазом, скажем, такая позиция, как бы чего ни произошло. Как бы, не дай бог, что это, не дай бог, там какая-то срапина, ссадина. То есть такое женское, женское влияние на школу. Раньше, да, упал синяки, так это было нормально, никто не восхищался. А тем более ГТО в России, они дают такие плюсы, когда вот получаешь эти все значки и при поступлении в ВУЗы, и на работе у тебя какие-то преференции. Бесспорно, это правильное направление, у человека есть мотивация. Мотивация, да. Хоть не деньгами, но зато той же грамотой, тем же значком. Не еще определяют деньги. Люди к этому тянутся, и это хорошо. Ну, давайте теперь перейдем немножечко уже к жизни Гродна, к туризму в Гродном. Что у нас здесь с вами происходит? На каком этапе? Скажу, что Гродно лидер. Я могу откровенно сказать, потому что я же езжу по всей республике, вижу, что происходит. Мы лидер по развитию сегодня туризма, именно такого туризма, уже въездного, внутреннего. Да, то, что им нужно. То, что позитивно влияет на экономику страны. То, что Гродно сегодня безвизовый режим, он развивается дальше и двигается, это создает, действительно, толчок для развития. И определенный процент, извините, уже бюджета формироваться начал через туризм. И я думаю, что, и как вот мы на последнем совещании городского света депутата поднимали вопрос, что на туризм надо уже выделять больше средств. Это перераспределение. А не окупится же все равно. Конечно, потому что надо много вещей еще успеть сделать. Есть куча узких мест, которые начали уже возвращаться, от туризма, от туристов. Ну, вот я только что беседовал с своими коллегами с турфирм. Скажу, что в эти последние уже жаркие дни, когда уже много туристов, в последнее воскресенье у нас было 983 туриста иностранных. Это только за один день? Да, один день. Значит, что происходит? Приезжают автобусы, мы определили место, что это около синагоги. Удобное место для проведения экскурсий. Очень удобное. Отправная точка. Да, отправная и так далее. Таких точек должно быть несколько, но, по крайней мере, эту маршрую. Точка, которая определяет, и люди могут легко сориентироваться, определиться и так далее. Ну и что за проблема? Проблема в том, что автобус приехал, поставил, а там заняли частники. Там частная машина встала. Даже бывает не то, что она остановится на месте, где должен автобус стоять. Она просто посредине. Люди бросают, и автобус это вывернуть просто даже не может. И конфликт идет постоянно. Когда вот готовили план мероприятий по совершенствованию сервиса, я помню, что сотрудник госадиспекции поднялся и попросил, не надо включать это в план мероприятий, мы разберемся сами. К сожалению, пока проблема не решена, ее надо решать и срочно. Иначе это имидж страны, люди это видят. И имидж Гродно тоже страдает? Конечно, конечно. Конечно, я там понимаю, там есть интерес Бакста ресторана. Но у Бакста там есть тоже своя площадка. Тоже надо понимать, что чем больше туристов приехало с этим автобусом к вам туда, то это тоже ваши клиенты. А не надо там делить, что это мой клиент, не мой клиент. Кто ко мне зашел, это... Я думаю, что тут надо действительно эту ситуацию поставить в правильном направлении. Турист, приезжающий в Гродно, кто он? Это молодые люди, это более взрослые поколения? Или это вообще уже пошла разношерстность такая вот? Все едут? Ну, по раскладу я скажу, что как ни удивительно, больше литовцев, почти 70%. Есть определенная ностальгия, как они говорят, по советскому часу. Потому что меня немножко так... Когда мы одну группу принимали, они мне, честно говоря, мозг вынесли. Там надо вот столовую советскую увидеть, памятник Ленина, еще какие-то атрибуты. Я тут еще, когда был жив Саяпин, то я у него просил, он у меня нарисовал маршрут, такие точки. Я говорю, вы прикалываетесь, если вы действительно это хотите увидеть? У вас же там круто, спарк под дольский НКМ есть, сходите, посмотрите. У нас другая страна, это республика Беларусь, это самобытная страна национальная, двигается в своем направлении развития. Давайте мы покажем что-то другое, нашу всю объем историй. Ну, говорит, мы считаем, что Гродно – это литовский город. Я говорю, замечательно. Вот поляки приезжают, говорят, это польский город. Говорю, ну, только пока китайцы еще, ни претензий не китайцы. Эти китайцев тоже здесь, я смотрю, все больше и больше и больше? Да, китайцев больше и больше. А на ваш взгляд, какой турист самый любопытный? Вот кто им, ну, из национальности, поляки, литовцы или вездесущие китайцы, которые, ну, просто... Мне понравилась американская наша вот представительница, где у нас же консула нет, как исполняющий обязанности, получается, приезжал. Они всей командой приехали на Густовский канал и здесь плавали на байдарках. Мы им организовали такое водное путешествие. Много интересного было от непринятия, что сок березовый – это нельзя пить из дерева. И приходилось говорить, что... Можно пить. Можно вначале... Нет, сам вначале выпил с той же банки, а потом говорю, ну, вот, попробуйте теперь. И потом... Вплоть до того, что, говорит, вот одежда там же специфическая в байдарке, и там... Он же был, скажем, морской офицер. И, говорит, вот у тебя одежда, говорит, европейская, у меня только еще китайская, говорит. Я вот так с такой завистью посмотрел. Я говорю, ну, вам никто не запрещает. Можно в Гродно пойти и купить хорошее оборудование, говорит. Ну, вот... Потом увидел наши QR-коды, которые вот висят на... На домах. На домах, да, которые у нас... Наше общественное объединение входило в проект, и мы как раз занимались этим. Он посмотрел, говорит, да, говорит, в моем Чикаго этого нету. Я говорю, ну, Чикаго-то далеко, еще глушь такая. Где это Чикаго? Да. Деревня какая-то. То есть много таких с ними было интересно. Видно, что другая планета, знаете, вот общение все время... Другой континент, это такая разница. Да, поляков, литовцев я бы не назвал, что они там далеко убежали, честно говоря. Практически такие же. На третьей рюмке чая они уже нормальные, они уже... Вот этот Советский Союз начался полный, да? Как мне один литовец сказал, говорит, я литовец, покуда не выпил три рюмки. Дальше я русский, я буду ругаться. Блин, хорошо. Вот все-таки не забывают они вот это все. Все старенькое, хорошее, помнят это вот. Ну, они с ностальгией разговаривают, что было в Советское время такие времена, когда были, скажем, общество было, да, когда люди дружили, когда общались, когда не было противодействия этого по национальным признакам, по странам и так далее. Вот это действительно заметно. Они говорят... Я удивлением услышал, как они сказали, Гродно, вы сами не видите, но у вас люди ходят и улыбаются. Я начал преградываться, действительно, на нас люди начали улыбаться. Это да, это, кстати, многие говорят, у меня вот сейчас друзья здесь отдыхали из России, они действительно обратили на это внимание, что здесь такие люди, все добрые, какие-то с улыбкой. Да и вообще сказали, здесь очень красивые, все хотят сюда уже за мной переехать. Да, пускай переезжают за мной. Да. Вот одно из мест уже говорили об этом, Августовский канал. Вот там вот что еще, по вашему мнению, нужно сделать, что сделано? Ну, я скажу, тут Августовский канал нельзя отрывать от Гродно, да. Вот когда вводили безъездный режим, то я в Минске тоже вынужден был объяснять, что Гродно находится на Августовском канале. Мы спрашивали, как это у вас Гродно оказался? Ну, на суток ехать. Сколько тут? 20 минут и все, да, есть. Действительно. То есть нельзя отрывать этот комплекс. Если разобраться вот со стратегией проектов, которые мы уже около 7 проектов закончили, и сейчас еще один у нас большой проект по реконструкции здания на площади Тесенкауза пойдет, то скажу, что нас научили одной интересной вещи, мы пытаемся это внедрить сейчас. Эксперты, которые голландцы, греки, англичане, они сказали, ребята, вам надо создавать, не продавать Августовский канал или город Гродно, вы должны продавать регион. И треугольник они нам нарисовали. Треугольник интересно звучит. Августов, город Августов, Польша, город Гродно, Беларусь, и город Русский НК и Литва. Вот продайте этот район. Три страны, три менталитета. У нас даже есть байдарочный поход за три дня, три страны. По Густовскому каналу, по реке Неман. Очень хорошо продает город Августов. Мои коллеги оттуда. Значит, продайте вот этот район, тогда это интересно. У вас же одна и та же природа. Смотрите, у вас разный уровень здесь. Три страны, разная кухня, разный менталитет, разная национальность, разный подход. Но это, говорит, и есть интересно. И второй у вас, говорит, в Гродно есть огромный хороший резерв. Ведь откуда с Литвы? Многие же автобусы приходят, не поверить, у нас друг с КНК. Живут там, питаются там, да. Автобус предложили. Давайте вот с соседем съездим в город Гродно на один день. Лиха беда начала, пускай привозят. С Августова, вот, мой коллега приезжает буквально на днях. То же самое хочет санаториев вокруг Августова, вот, с этого места привозить в Гродно на экскурсию. Тоже пускай возят. У нас же еще вообще есть, вот, кстати, вот лесники, про которые мы говорили с вами. Там же экзотический погранпереход у нас, срудавка лесная, на шлюзе Кужинис на августовском канале. Видите, какая появилась инфраструктура. Автобус подъезжает с той стороны, переходит на эту сторону, мы их садим здесь. На наш автобус и поехали. И так. Да, но они говорят, даже сам процесс вот этот. Переходы. Да, переходы. Они увидели шлюз, они прошли, посмотрели канал. Они увидят, за это время они увидят два шлюза, там, Волкушек и Кужинец. Но это само становится уже интересно. А если вернуться к инфраструктуре густовского канала, скажу, это миф, что якобы это можно вот там поставить какой-то кафе или ресторан, и мы решим себе проблем. Это большой комплекс. На нашей стороне 27 километров. Это Гродницкая пуща, и мы должны продавать этот регион. Для этого туда люди едут. Поэтому там инфраструктура специфическая. Это велосипедные дорожки, это водные маршруты, это стоянки, это места проведения туристических, спортивных мероприятий. Агроусадьбы туда органически вписываются. Кстати, там уже почти 12 агроусадьб. Очень хорошего уровня на сегодняшний день. Могу подтвердить. Недавно были, видели. И это двигается. Комаров только много. Вы приехали после дождя, знаете, нас там, ну прям, хорошечно. Ну, нет, извините, но мы же в пищевой цепочке тоже находимся. У комаров, да? Конечно. Сергей Иванович, к сожалению, к сожалению, эфир программы ограничен. Но с временем буквально финальный вопрос. Каким вы видите туризм в Гродно, ну, допустим, через 5, через 10 лет? Ну, туризм должен в Гродно, ну, первое, мы должны продлить пешеходную зону, создать хороший туристический маршрут. Уже явно видно, что замковые надо снимать все конторы, которые там находятся, транспорт убирать. И делать это продление нашей советской, да? Это вот такая вот ближайшая цель. Музей, скажу, что и новый, и старый замок надо, уже старый замок, слава богу, перекрестимся, восстанавливается. Калорская церковь ремонтируется. Это тоже, это туристические объекты неотъемлемые. Но их надо восстанавливать, делать из них полноценный оккумплекс. Когда мы получим наши 200-250 тысяч в год туристов только на замках. Это опыт мирского замка и несчастного замка. То есть это вот неизбежно, туда надо двигаться. Дальше, конечно, событийное мероприятие для Гродно. Мы должны подтягивать сюда и хорошие музыкальные группы, и должны поработать. И культура, где нет уже возможности, как и на августовском канале, вот в эти выходные проходило мероприятие. В тот старый формат, когда там собрались, я ничего не имею против. Групп, которые там в Домах культуры, в Сельских Советах, ничего не имею против. Я не против райпотребсоюза, честно вам скажу. Вопрос в том, что формат должен быть другой уже. Это должно быть совершенно новое направление. Молодежное, креативное, за границей приглашать. Использовать эту площадку. Там надо строить хорошую сцену, и это все должно вертеться, крутиться, работать, чтобы люди заранее были. Ну и, конечно, развитие сервиса. То, что вот мы говорили, в этом направлении надо двигаться, двигаться и двигаться. Ну, я думаю, что как раз-таки через 5-10 лет мы еще раз встретимся. Ну, может, чуть пораньше, конечно, встретимся здесь. И уже обсудим более масштабные проекты. К сожалению, да, программа у нас ограничена по времени. Спасибо вам огромное за интересную беседу. Тем огромное количество, о которых можно говорить часами. Главное, чтобы решались все эти вопросы, о которых мы озвучили. Да, и вот в первую очередь решилась проблема с парковкой возле синагоги. Все-таки я думаю, что это будет на стороне туристов и на стороне автобусов. Ну, такая маленькая вроде проблема, но ее надо решить. Надо решать. Я думаю, что все решится со знаком плюс. Спасибо большое за интересную беседу. С вами, друзья, была программа «Разговор по-мужски». Я, Сергей Денцов, и мой гость, заместитель председателя Гродненской областной ассоциации местных советов депутатов Сергей Каледа. Спасибо большое. В сети магазинов «Мегаспорт» невероятно низкие цены на спортивные тренажеры, столы и инвентарь для настольного тенниса, товары для единоборств, а также детские спортивные комплексы. «Мегаспорт» – это здоровый образ жизни у вас дома. «Мегаспорт» в Гродно, улица Дзержинского, 5. «Мегаспорт» – это здоровый образ жизни у вас дома.